Сезон открыт, мы ждем премьер. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня представители театра юного зрителя Самарт Павел Маркелов и Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поздравляю уже с открытием сезона, октябрь месяц, в полную силу уже там, да, шестеренки заработали, вот, и давайте поговорим сегодня, наверное, так в целом о двух вещах, о новом сезоне, что в нем планируется и о том, как прошла 10-я юбилейная театральная лаборатория молодая режиссура, потому что это всегда интересно, всегда творческий подход, какие-то эксперименты и так далее. Паш, давайте с вас, наверное, начнем. С чего начался, как бы, новый сезон, да, и какие веяния и направления он берет в этом году? Да, новый сезон у нас в полном разгаре, мы открылись уже почти два месяца назад, в конце августа, последние выходные, такое раннее открытие сезона для нас уже традиционно, поскольку наши самые маленькие зрители, самые любимые зрители заканчивают в августе отдыхать и готовятся идти в школу. Поэтому мы традиционно днем первоклассника такой вот акции открываем наш сезон. И дальше очень активно начали сразу работать. У нас была выпущена учебная работа, курсовая работа второй режиссерской студии «Праудина». Это маленькие трагедии. Пока состоялась только внутренняя такая сдача этой работы, но уже совсем скоро, 5 ноября, мы покажем ее всем желающим. Надо будет только записаться через... Общественная сдача будет, да? Это будет, я даже надеюсь, что не просто общественная сдача, я надеюсь, что это станет нашей такой регулярной историей. Как бы очень хотелось, чтобы такая альтернативная экспериментальная жизнь театра приобрела программное звучание. И почему бы не начать такое строительство этой программы вот с очень, по-моему, любопытной такой, очень провокационной, может быть, в некотором смысле, работы. Это с маленьких трагедий второй режиссерской студии «Самарта». Вот. И под эту работу мы попробуем дискуссионную площадку. То есть зрители, пришедшие на показ, смогут остаться желающие, высказаться о том, что они увидели, задать любой вопрос создателям и участникам этой работы и вообще поговорить о театре. Я думаю, что такая необходимость давно уже назрела. И к этому хочется как раз добавить. Вот давно, вот несколько, может быть, даже десятилетия назад такая практика, она же была и очень успешная. И как раз на сдачах оставались зрители, которым интересно было пообщаться. И такая практика, она же была и как бы пользовалась популярностью. Но потом, на какое-то время, в принципе, во всех театрах, да, это как-то прекратилось. Вот вы как, я не знаю, возродители вот этой практики сейчас выступаете. Вам внутренне кажется, что зрителю это нужно или вам это нужно, или зритель, может быть, просил об этом, или, может быть, сами актеры? Вы знаете, здесь много разных факторов. Это, естественно, когда что-то появляется, потом исчезает. Вот это вот волнообразное движение истории или сперлевидное, какой угодно, маятник. Это всегда было, есть и будет. Что-то появилось, что-то исчезло. Сейчас, мне кажется, такое время, когда в этом есть необходимость. Она прежде всего, все-таки, я думаю, у зрителей есть. Дело в том, что особенность нашего времени в том, что информационное поле, в котором все мы существуем, оно настолько диффузно, оно настолько легко доступно. Я бы даже сказал не то, что оно легко доступно, но просто оно для нас естественно. Все люди присутствуют в социальных сетях, все люди пользуются интернетом, все люди поднимают любой выпуск передачи, да, сейчас нас первыми смотрят в эфире телезрители, а потом пользователи интернета смогут смотреть этот же самый выпуск сколько угодно раз потом. То есть вот эта доступность информации, которая есть, стала нормой. И стала нормой обратная связь, стала нормой общения. Это, по-моему, это замечательно. Это как раз хороший такой побочный эффект социальных сетей, в частности, и вообще вот этой всей такой информационной, информационного изобилия нашего времени. И в этом контексте, мне кажется, искусство тоже стремится быть таким же, таким же коммуницирующим. Стремится к той же самой обратной связи. Если посмотреть, как развиваются другие виды искусства, да, допустим, выставки в художественной среде, какие-то экспозиции сопровождаются тоже какими-то лекториями, какой-то дискуссионной частью и так далее. Произведения искусства современные, они сопровождаются каким-то сопроводительным текстом, простите за тавтологию, но сейчас уже действительно есть такая особенность современного искусства, оно требует какого-то еще пояснения с одной стороны, обсуждения с другой стороны, и само по себе становится частью вот какого-то такого большого, большого уже социокультурного процесса. Театрам, мне кажется, в этом смысле тоже необходимо включаться в эту историю, и я не могу сказать, что мы это возрождаем. Столичные города, которые всегда впереди идут, они уже давно, уже много лет используют эту практику. Снова, да. И используют очень активно и очень успешно, эффективно, приобретают какую-то свою большую аудиторию, именно вот такую, желающую поговорить, пообщаться. И я думаю и очень надеюсь, что у нашего театра тоже сложится такая история, тем более, что наши зрители проявляют такую активность. Зрители проявляют активность, Саш, да, и не дадите соврать, и на вот этой самой лаборатории молодая режиссура, когда после того, как актеры показывали свои вот эти наработки, эскизы, да, это, наверное, можно назвать, они тоже живо интересовались, задавали вопросы, высказывали свое мнение, и была вот эта возможность выплеснуть свои эмоции не где-то там, а конкретно вам, тем, кто сейчас был на сцене. Да, да, так и происходило. Ну вот на последнем показе, в частности, просто, ну, не всегда так происходят, бывают такие постановки, когда, ну, по режиссерскому замыслу, ну, нужно время человеку, чтобы как бы это обдумать, как-то это переварить, воспринять. То есть некоторые постановки, они сразу обсуждение, оно может быть, ну, наверное, ненужным даже. Вот. Но эта практика, мне кажется, нужна сейчас. И хорошо, что это в нашем театре будет. Ну, приятно было, вот, приятно было слышать, что все, вот я не слышала ни одного какого-то недовольного, может быть, комментария или что-то, все прям, все хлопали, все смеялись, все эмоционально присутствовали, да, были, и все очень хвалили. Ну, это хорошо, да, это приятно, но хочется услышать все-таки еще какие-то больше, наверное, технические поправки вообще куда-то, да. Ну, негативные лучше отзывы в нашем случае, в профессиональном, если так говорить. Ну, негативная, критика, наверное, какая-то, да, скорее? Критика объективная, да. Просто все слишком хорошо было. Потому что вы были молодцы. Дорогие зрители, есть у нас небольшой сюжет о как раз том, как проходила театральная лаборатория. Давайте его посмотрим и вернемся к обсуждению. Люди, ползущие по сцене, и не люди вовсе. Мертвецы, которые померещились Андриану Прохорову, ожили не только на страницах пушкинского гробовщика, но и на экспериментальной площадке Самарта. Басы и ноги для ощущения свободы и раскрепощения, минимум декораций, принцип артисты-коврик не мешает, а даже помогает доподлинно вжиться в образ, который на самом деле далек от тебя, как от человека. Мы на самом деле не думали над этим, над возрастом конкретно делать. Мы просто делали, наверное, больше ощущение старости. То, что вот он как внутри, некая заторможенность, уже по-другому у тебя воспринимается, темп жизни, ты видишь вообще другие вещи, как старики. Это уже десятая театральная лаборатория молодая режиссура, в которой еще не матерые постановщики могут поэкспериментировать над собственной фантазией. Пушкина нагружать не хотели, признаются актеры. Взяли юмор и таинственность поэта, добавили свое видение, но в целом шли за режиссером. Это был процесс как бы соучастия, то есть общего создания. То есть в первый день мы, грубо говоря, договорились, как, что и о чем мы будем это делать. И потом просто началось сочинительство. И все. И ребята предлагали, и я предлагал. Что-то отметали, что-то брали. За четыре дня с восьми утра и до глубокой ночи насочиняли немало. Появились эскизы Володи Пачехову, холодной осени Бунина и пушкинского гробовщика. Какой-то из набросков наверняка переместится на большую сцену и превратится в полноценный спектакль. А пока за тренинг актеры получают аплодисменты зрителей. Павел, будет что-то все-таки на сцене? Есть планы на большую сцену? Будет выведено то, что ребята там насочиняли? Такие шансы есть. Но сейчас пока рано что-либо определенно говорить. В театре все так быстро не решается. У нас уже есть определенные планы на ближайший год. И поэтому, если что-то и состоится, то оно будет дальше, позже. В году, наверное, в 2018, скорее всего. А в 2017, вот как раз случится, наконец, пергюнд, который вышел из такой же лаборатории, из позапрошлой лаборатории, из восьмой. Артем Устинов, выпускник мастерской Женовача, Гиттиса, наш земляк, сделал вот пару лет назад такой эскиз по Ипсону. И теперь театр его доведет уже до полноценного спектакля. И к концу этого сезона, в конце мая, мы представим уже зрителям... Большой полноценный спектакль. Большой полноценный спектакль, да. Прекрасно. Так что эти лаборатории, они действительно эффективны, они результативны. Эта лаборатория была десятой, как вы верно заметили. Юбилейная, да. И она на редкость была удачной. Вы знаете, вот Саша уже у нас строжил лабораторию. Третий год. Третий раз участвовал в лаборатории. И я не знаю, как изнутри, но вот по свидетельствам со стороны, за все 10 лет это была, возможно, самая такая продуктивная лаборатория, когда действительно все четыре эскиза, показанные на лаборатории, все из них могут претендовать на то, чтобы пополнить репертуар спектакля, театра, допустим. Другое дело, что не всегда бывает, опыт показывает, что эскиз, доведенный до формата спектакля, не всегда выигрывает. Иногда все-таки оставить эскизом лучше, а для уже спектакля выбрать, может быть, другое даже название. Как и было тоже у нас несколько раз, так, например, Полина Стружкова, она показывала эскиз на лаборатории по одному материалу, выпустила другой, красную шапочку, и не прогадала, это один из самых таких успешных постлабораторных событий, одно из самых успешных в истории этой лаборатории, в истории нашего театра. Вот. В этот раз были, работали ребята, выпускники Фельштинского этого года, это Санкт-Петербургского института сценических искусств, как он теперь называется, когда-то он был гитмик старшего поколения, его знает, поколение чуть младше, там, моих ровесников, знает его как спобогать, и сложно выговаривать, теперь у него новые названия. Но смысл тот же самый, там работают выдающиеся прекрасные мастера, педагоги, и, в частности, вот Вениамин Фельштинский, который выпускает совершенно удивительных ребят. За сколько вы репетировали? Дня четыре, наверное? Четыре дня, да? С восьми утра, вот я знаю, и до, вот, до это уже не обсуждалось. Ну, да, как тебе вот такое редко бывает, чтобы вот за четыре дня можно было добиться такого, во-первых, единомыслие с актерами, когда все актеры выходят, и у них вот такой сложившийся ансамбль. То есть одинакового какого-то отношения к материалу, понимания материала, какой-то одинаковые манеры существования, да и вообще незаметно, что это было там четыре дня, а не там не двадцать или тридцать, может быть, даже. Вот хочется еще такой момент, вот смотрите, как-то уточнить. Молодая режиссура, понятно, да, мы сразу из названия понимаем, что это как раз выпускники, молодые режиссеры, которые только выпорхнули, так скажем. Но, насколько я посмотрела, это еще и молодое актерство какое-то, да, то есть ребята тоже именно молодые артисты, у которых, может быть, нет такого количественного, да, опыта еще в жизни не наработали, и это для них, это же и школы еще дополнительные, да, это вот как мы говорили о том, что это тренинг, тренинг для артистов в первую очередь. Ну да, вообще каждый новый режиссер, это уже какой-то новый опыт, это новая школа получается, это всегда очень интересно. Вот с Мишей работа тоже была хорошо, он не давил на нас, все было вполне размеренно, и как-то не было никакой суеты. Обычно вот бывает, когда у режиссера много дел, там же это вот и свет, и это, и это, тут много задач у режиссера есть, еще там смету составить, ну, куча всего, да. А здесь такого не было, как-то все, так было все с пониманием, очень дело, и было достаточно интересно с ним работать, да. Вот мы как раз с Михаилом, когда на интервью разговаривали с режиссером, я его спросила, что, ну, понятно, что это лаборатория, 4-4 дня, да, нужно как бы вот из того, что, грубо говоря, из дома принес, из этого и декорация, да, то есть фактически ничего дополнительного не было. И он так с меня ответил, что вот что настолько было именно взаимопонимание найдено с артистами, и такие какие-то решения, да, совместно принимались, что как раз и в пику пошел принцип артиста-коврик, да, что ничего дополнительно не нужно было. Как вы на себе это чувствовали? Потому что как зрители, вот у меня не было ощущения, что тут вот лампочки не хватает или еще чего-то. Вот мне всего хватало, а вам? Мне тоже. Да, правда, как-то все так сложилось. Мы, ну, мы сами выбирали, вот так получалось, там что-то, кто-то что-то принес, и Миша посмотрел, такой, ну, пусть будет, хорошо, ну, и как бы оставлял, даже ничего не говорил. Мы не составляли там список реквизитов, что нам потребуется, вот что нашли, что было в малом зале и в коридоре, там, тележку. Мы это все взяли, как-то даже этому не уделялось внимания. Уделялось вот внимание именно, Мишка выделял, внимание как-то атмосфере. Он как-то вот просто вот умел создавать, что-то говорит в одном как-то темпе. Мы все это в это погружаемся, его слушаем. Это было долго, он очень долго думал и смотрел тебе прям в глаза. Он так смотрит и молчит просто. Ты понял, Саша, объясняй, что ты задаешь, что ты там должен на это, вот выйти на это, да? Саша, хорошо, хорошо. И смотрит долго-долго ты. И не понимаешь, что он тебя ждет. Он просто смотрит. И он как-то вот все вот на такой вот ноте, он умеет вот это выводить, задавать тон репетиции, что ли. И это вылевается в спектакль. Хотелось бы, чтобы он приехал еще раз уже на большую постановку. Вам понравилось с ним работать? Да, да, понравилось. Конечно, хотелось бы, да, естественно. Да, вы знаете, ко мне потом подходили все артисты, ну, многие артисты, занятые в лаборатории, и просто говорили, как они все влюбились в своих режиссеров. Вот их было четыре. Они однокурсники, у них какая-то еще, я так понимаю, очень остроумная и веселая компания. И они как-то друг друга тоже поддерживали. И это отражалось на работе. И вот это вот совершенно замечательно. Вот это наблюдение, когда режиссер просто смотрит тебе в глаза, что-то тебя там внушает на уровне, наверное, каких-то своих ощущений, говорит, ну, ты понял. Ну, вот это замечательно, если у людей... В театре только так в итоге и возможно. Когда ты понимаешь не на уровне слов, каких-то объяснений друг друга, а когда вы понимаете друг друга совершенно на ином уровне, вот тогда и возникает театр, что и произошло на этой лаборатории. А по поводу лампочки я просто добавлю. У нас же была особая тема в этом году. У нас же театр пошел в школы. Это заключительный, финальный день лаборатории, вот куда приходила и ваша съемочная группа, и вы, Мариан. Это, значит, мы показывали у нас в нашем классе, в репетиционном классе. А вообще-то показы шли буквально в учебных классах. И тема лаборатории была классный театр или театр у школьной доски. То есть мы испробовали, что такое будет, если театр буквально войдет в пространство школы, в пространство класса. А какие там особые лампочки, какие там особые реквизиты и прочее. Тряпка для доски, мел, доска, собственно, парты. Вот все, что есть. И, конечно, было немножко боязно и непонятно, как это может быть, как вообще театр может прозвучать в школе, из которой все мы вышли. И у всех у нас, конечно, какие-то такие воспоминания, немножко как о какой-то клетке, из которой хочется вырваться. Вот это вот десятилетние какой-то каторги иногда даже. Однако же произошла очень интересная штука, очень интересная история. Там вот этот вот материал, материал классической, классической литературы, это еще одна особенность классного театра или театра у школьной доски, то, что берется что-то из программных авторов, из такой качественной классики. Проверенной классики. Проверенной классики, которая преподается, да, у этой самой школьной доски. И выстрелил, конечно, театр совершенно неожиданным образом. Там иное напряжение возникало, когда в своем привычном учебном пространстве школьники смотрели вдруг театр. И я боялся, что, заведомо я боялся, что класс, учебный класс, он немножко поглотит театр, он его съест, да, он его под себя вот задавит. А произошло что-то вот удивительное, когда театр оказался по поводу того же самого коврика, про который сказал Саша, когда больше ничего не надо. Он, может быть, оказался где угодно. Он, может быть, оказался и в учебном классе, и, больше того, этот учебный класс просто взорвать какими-то новыми впечатлениями, новыми ощущениями. У ребят произошло, у школьников, конечно, открытие, такое эмоциональное открытие своего привычного класса, как совершенно иную площадку. Ну, вернее, еще дополнительного зрителя в театре «Самарт», я думаю, привлекли этим. Надеемся, надеемся, хотя на лаборатории были все-таки школьники такие очень, очень театральные, очень подготовленные и очень интересно обсуждали. Паша, еще к вам такой вопрос. Вот вы с прошлого, по-моему, года, если ничего не путаю, выступаете еще в качестве художественного руководителя. Да с этого. С этого, да? Буквально с начала этого года. Сначала этого, хорошо. Вот, но тем не менее, сейчас, конечно, много обязанностей и таких там полуадминистративных, и не полуадминистративных, да, наверное, свалилось на плечи, но все равно артиста-то в себе не задушишь, не убьешь. Что хочется? Какие планы, где мы вас еще можем увидеть, в каких новых, может быть, спектаклях в этом году? Ну, я играю все, что играл, это все за мной остается. Значит, что нового будет? Ну, здесь я уже тут в связи с новой должностью говорю за театр, не за себя, а за театр именно. Значит, мы продолжаем готовиться к открытию нашей новой сцены, которая рано или поздно, но все-таки случится. В 2017 году это, как нам обещают, наконец-то все-таки произойдет. Мы по своему плану продолжаем подготовку, и я напомню, что у нас уже законсервирован, готов спектакль «Иванов», и нам остается только его перенести и освоить именно в пространстве новой сцены, когда она откроется. И сейчас мы приступаем, да, по сути, уже даже приступили к работе над горе от ума. У нас уже по материальной части, по производственной готовые декорации, там часть костюмов, которые уже известны по актерам. И сейчас в ноябре режиссер Александр Сергеевич Кузин, наш любимый, обожаемый, не только нами, а и всей Самарой, я думаю, он поставил много хитовых спектаклей в нашем театре, в театре драмы. Да, он по всей Самаре прошел. Ну, это неудивительно. И это прекрасно, и пусть еще приезжает и ходит, конечно. Он начинает работать уже с труппой, и сейчас в ожидании его приезда мы провели такую подготовительную работу, речевой тренинг. Слушайте, у вас сложные тренинги и эксперименты, я просто вот с таким наслаждением всегда. Конечно, как иначе, театр должен все время учиться, театр все время меняется, особенно сейчас, в наше время, в то самое информационное время, в то самое время, когда все очень быстро меняется, информация сменяется, сменяются какие-то поколения быстрее, как будто бы сменяются. Хорошо, речевой тренинг, что это такое? Вот, да. Мы замахнулись на Грибоедова, на горе от ума. Горе от ума написан не самым простым для современного человека языком, он написан стихами, да и не просто стихами, а пяти-шестистопным ямбом. И сейчас мало кто, вот я думаю, наши зрители, вряд ли основная наша аудитория сможет рассказать, а как... Минутка остается, давайте это... Да, как его надо читать-то, и как вообще его осилить? Там такие сложные, на целые полстраницы перспективы мысли с какими-то ответвлениями, да все это еще в стихотворном размере, стихотворной форме, поэтому необходимо... Адаптация? Нет, адаптацию мы никакую не делаем, кроме того, что мы сами учимся делать это так, читать эти стихи так, чтобы это было понятно. То есть вы оставляете так, как есть в оригинальной форме? Конечно, там прекрасный текст. Слушать, какие вы молодцы. И сейчас для артистов это трудоемкая работа, или это привычная? Конечно, это трудоемкая работа. Это привычная, трудоемкая работа. Привычная, трудоемкая работа. Спасибо вам огромное, что пришли, со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Приведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи.